Преображенская церковь Преображенская церковь Церковь наша еще не освящена Поэтому у нас есть хорошая возможность Ее немножко посмотреть Даже здесь Ну первое, что мы можем увидеть Пока мы поднимемся наверх Там достаточно темно Вот здесь в светлом В освященном помещении Можно увидеть, как реставраторы Сберегали исторический материал То есть вот Замененные бревна Изготовленные по тем древним технологиям И вот Сохраненные старые бревна Вот часть бревна На которой сделана Аккуратная вставка То есть часть бревна была повреждена Реставраторы не Удаляли все поврежденное бревно Они аккуратно Изымали Только поврежденный материал И вставляли специальные вставки По специально разработанной технологии А сейчас мы с вами будем Аккуратно подниматься наверх На уровне выше потолка неба И посмотрим, как церковь Из чего состоит наша Преображенская церковь Вот мы видим сейчас Как выглядит внутренняя часть Алтарной бочки То, что мы видим снаружи Вот эту красивую Такую кельевидную Голову Вот изнутри Мы видим вот эти выпуски слег Которые крепятся Простыми Клиниями Вот потолок Алтаря На котором сейчас мы стоим В сверхней части Выполнен из толстых Плах Сделанных топором Для удобства Обслуживания церкви Реставраторы Сделали специальные Леса Внутри Это современные конструкции Очень удобные Для того, чтобы Люди могли осуществлять Обслуживание Мониторинг Памятника Постоянно за ним следить И сейчас мы поднимаемся На уровень Потолка неба Памятника Сейчас мы с вами находимся В пространстве Между небом Вот оно чуть ниже нас Вот это Шатрообразная Конструкция Очень красивая И сверху Над нами Находится Уникальная Конструкция Страховочной Кровли Которая призвана Защищать Небо Которое состоит Из икон Небо Иконостас От Случайных попаданий Снега Воды Мусора Птичьего помета Если вдруг Птицы залетят То есть от всяких Внешних Водействий Потолок Страховочной Кровли Это как будто Кровля Только наоборот Она Скат У нее Конек Находится Ниже Вот И Внизу Есть Специальные Потоки По которым Вода Стекает Наружу Страховочная Кровля Выполнена Из Нижняя часть Это колотые Сосновые Длинные Вот такие Лучины Причем Они сохранились Большая часть Их Сохранились Это именно Из старой церкви Они не новодельные Большая часть Элементов Почти что Все Вся Страховочная Кровля Она Сохранилась Она Историческая Над Вот этими Лущенными Лучинами Слой Бересты И сверху Уже Тез Ложеный Ложеный Деревянный Тез Тоже Сохранившийся Старый Конструкция Очень Надежная При этом Легкая Для того Чтобы Для усиления Вот этого Всего Этой Зоны По рекомендации Инженеров По рекомендации Миссии ЮНЕСКО Специалистов ЮНЕСКО ИКОМОЗ Здесь Применены Вот эти Металлическое Усилие Металлические Стяжки Которые Не повреждают Они отдельно Они прикреплены К Отдельным Конструкциям Они не повреждают Церковь Но они Страхуют Вот эту Конструкцию Неба И страховочной Кровли От Деформации От различных Повреждений Для того Чтобы Они В течение Времени Их Геометрия Их Форма Никак не изменилась Это вспомогательная Конструкция Которая Можно будет Потом Изъять При необходимости Заменить на Более Совершенная И так далее Здесь Можно Обратить Внимание Когда мы Были Внизу Было Видно Что Все Детали Все Углы Концы Бревен Аккуратно Обработаны А Когда мы Поднялись На уровень Выше Потолка Мы видим Что Концы Бревен Уже Не Обрублены То есть Как В лесу Лесорубы 300 лет назад Срубили Это бревно Вот так Оно И С тех пор В таком состоянии Его Конец И находится И вот На некоторых Бревнах Есть еще Интересные Вот такие Детали Какая-то Проушина Это Следы Вот Это сделано Для того Чтобы Привязывать Канат Когда Эти бревна Сплачивали В плоты И Перевозили По По Воде То есть Рубили На материке На островах Бревна И По Воде Привозили Сюда На островки И Вот Это Как раз Элементы Которые Показывают Что Эти Бревна Именно Были Сплавные Здесь Кстати Видны Следы Топоров На Некоторые Бревна Сейчас Мы С вами Поднимемся Еще Выше Уже На Уровень Страховочной Кровли Достаточно Стесненные Условия Но По Сравнению С тем Чтобы Это было До Реставрации Сейчас Здесь Очень Комфортно Находиться Очень Приятно Находиться И Сейчас Мы С вами Находимся В Одной Из Самых Интересных В одном Из самых Интересных Мест Преображенской Церкви Это место Где Соединяются Нижний Восьмерик И Второй То есть Церковь у нас Состоит из Трех Восьмериков Которые Стоят Друг на Друге И Вот Нижний Самый Большой Восьмерик Венчая Сверху В верхней В его части Смонтировано Вот Вот Это 5 Бревен С промежутками Это Конструкция Называется Так называемая Конструкция Четвериковой Балки Четыре Стены Из бревен Рубленных Вреж То есть Разреженных И Вот На этом Четверике Стоит Сверху Следующий Восьмерик Вот Вот Там Вот Это Уже Второй Восьмерик Стены Второго Восьмерика Которые Опираются Вот На Эти На Этот Несущий Четверик Вся Верхняя Часть Церкви Вот Та Большая Она Стоит Она Опирается Вот На Этих Четвериковых Балках И Конструкторы При Расработке Проекта Реставрации Очень Боялись Что Вот Эта Историческая Подлинная Конструкция Не Выдержит Но В процессе Реставрации Было Постепенное Нагружение Было Огромное Количество Измерений Были Испытания Прочностные Испытания Расчеты Ведется Мониторинг Постоянный Выяснилось Что Наши Предки Были Правы И Вот Эта Конструкция Вот Эти 5 4 Стены Каждая Из Которых Состоит Из 5 Бревен Держат На Себе Вот Эту Верхнюю Часть Которая Весит Ну Около 200 Тон Она Наверное Весит По Таким Приблизительным Оценкам Вот Эта Конструкция Держит На Себе Вот Мы Видим Метки Которые Блестят Вот Здесь Светоотражающие Метки Пока Это Маячки По которым Ведется Мониторинг Регулярно Ежемесячно Делаются Замеры С тем Чтобы Оценить Есть Ли Какие Это Прогибы Вот Но На Сегодняшний День Состояние Вот Этих Конструкций Достаточно Хорошее Вот Мы Сейчас Находимся На Вот Стоим Ногами На Той Самой Страховочной Кровле Вот Эти Доски Теса Большинство Из которых Тоже Сохранились Историческими Кстати Очень Хорошо Видно Что Они Тесаны Топором Почему Тес Называется Тес Потому Что Его Тешут Топором Следы Топора Вот Этот Желоб Он Делается Топором То есть Мастер Протесывает Топором И Вот По Этим Желобам Вода Стекает Стекает Вниз В этот Поток Желоб Поток Через Который Она Уходит Наружу Через Отверстие В стене Снаружи Мы Окончание Этих Потоков Резные Красивые Видим И Еще Один Интересный Элемент Вот Здесь Внутри Церкви Вот Там Лежит В углу Лежит Вот Это Бревно Зачем Оно Здесь Это Ворот Исторический Ворот С помощью Которого Поднимались Бревна Снизу Вверх Мы знаем Что высота Церкви Больше 40 метров Бревна Тяжелые Их Поднимать Вручную Очень трудно Люди Делали Специальные Приспособления Вот этот Ворот Устанавливался Вертикально Вот там Есть Отверстие В Который Вставлялся Рычаг С помощью Рычага Этот Ворот Проворачивался На него Наматывался Канат И через Лебедку Бревна С земли Поднимались В верхнюю часть Сруба После того Как церковь Построили Это бревно А так Здесь и Осталось Потому что Спускать его Уже Просто так Не спустишь Очень трудно Вот А реставраторы При Переборке Церкви Его сначала Унесли А потом Вернули на Историческое место Это бревно Как часть Церкви Оно уже Здесь Лежит И оно Будет Здесь Всегда Лежать Как Вот Часть Той Самой Истории Сейчас Мы С вами Поднимемся Еще Выше На Следующий Ярус И Попадем Внутрь Второго Восьмеряка Восьмеряка Сейчас Сейчас Поднялись В Внутреннюю Часть Восьмеряка Здесь Тоже Видно Изнутри Очень Хорошо Видно Как Бережно Реставраторы Подходили К Лечению Бревен То есть Вот Бревно Часть Бревна Была Повреждена Сделали Вот Такую Маленькую Аккуратную Ставочку Закрепили Ее С помощью Специальных Нагелей Вот Здесь Виден Нагель Которым Крепится Вставка И Вот Эта Специально Разработанная Система Реставрации Бревен Вставки Коронки Она Позволила Очень Сильно Сократить Процент Замен Сейчас Пойдем Еще Немного Выше Чем Выше Тем У нас Более Стесненные Условия И Сейчас Мы Попали В Зону Где Закончился Второй Восьмерик Вот Под нами Ниже Нас Второй Восьмерик Следующий Переходной Четверик Вот этот Состоящий Уже Из Трех Бревен На стенку И На нем Уже Четыре бревна На каждой Стенке Да У него И Над ним Вот этот Самый Маленький Верхний Восьмеричок И Уже Этот Восьмерик Сверху Будет Венчаться Центральной Главой Сначала Идет Барабан Главы Потом Идет Уже Собственно Глава А вот Здесь Как раз Вот То Что Мы Сейчас Видим Это Нижняя Часть Осевого Столба Главы Которая Дальше Когда Выходит Из Главы Она Переходит В Крест То Есть Вот Это Основание Центрального Креста Преображенской Церкви И Обратите Внимание Что Осевой Столб Он Не Опирается Жестко На Какие-то Балки На Бревна Он Висит Воздухе Он Сбоков Закреплен Клинями Для Чего Это Сделано Потому Что В процессе Своей Жизни Церковь Все Деревянные Постройки Они Немного Оседают Вот И При Этой Осадке У Вот Этого Бревна Должна Быть Возможность Немного Пройти Вниз То Реставраторы Зная Все Секреты Древних Плотников Они Соблюдали Их И Предусматривали Все Возможные Последующие Деформации Особенности Церкви Вот Здесь Мы Сейчас Находимся В зоне Уже Где Заканчиваются Верхние Бочки И Вот Здесь Мы Видим Внутреннюю Часть Кровли Которая Называется Полицы Она Состоит Из Трех Слоев Теса Вот Нижний Слой Подтесок На нем Лежит Береста И Два Слоя Нижних Два Слоя Сверху Защитные Сначала Идет Дороженый Тес Вот Такие Доски С Желобками Желобки Называются Дорожки По которым Стыкает Вода А Верхний Самый Слой Это Ложеный Тес Вот Этот Желоб Называется Лог Он Главный Защитный Слой И По нему Вот этими Тесинами Защищается Вот Нижним Слоем Теса И Если Вдруг Вода Попадет Еще Ниже То Она Защищается Берестой И Если Вдруг Еще Береста Не Выдержит То Она Защищается Уносится Нижним Слоем То есть Четыре Слоя Защиты У Кровель Преображенской Церкви А там Снаружи Уже Уличная Часть И Вот Эта Кровля Надежно Защищает Преображенскую Церковь От Осадков Сейчас Мы Начнем Свой Путь Уже В Центральную Главу Преображенской Церкви Мы Сейчас Находимся В Верхнем Самом Маленьком Восьмеряке Уже Подошли К его Верхней Части Вот Здесь Видны Торцовая Часть Верхних Самых Бочек Слеги А вот На этой Стене Как раз Следы От Того Как Работали Реставраторы Это Результат Работы Главного Архитектора Реставрации Преображенской Церкви Рахмана Владимира Степановича То есть Он Практически Дневало Ночевал На памятнике И Работал Прямо Прямо Здесь И Давал Инструкции Частенько Даже Рисуя Прямо Вот Здесь На Стенах От Него Осталось Большое Количество Чертежей Большое Количество Записи И Даже Вот Такие Уникальные Вещи Вот Прямо Нарисованы Прямо На Стенах Церкви Это Реальная Инструкция Для Реставраторов Это Окно Продух Служит И для Освещения Церкви И для Проветривания Внутренних Конструкций Восемь Внутренних Конструкций Сруба Вот А сейчас Мы с вами Уже Выходим Из Сруба Из Срубной Части И Начинаем Движение В Внутри Головы Я Сейчас Открою Один Из Лечков Даже Через Который Можно Выглянуть На Улицу Из Барабана Преображенской Церкви Барабана Внутренней То есть Самой Большой Самой Главной Главы Вот Эта Дверца Она Изготовлена С целью Не Только Полюбоваться Красотой А для Того Чтобы Люди Которые Обслуживают Церковь Которые Осуществляют Ее Профилактическое Обслуживание Консервацию Которые Делают Ремонт Кровель Могли Выйти Отсюда На крышу Естественно Засраховавшись У наших Специалистов Владеют Специальностью Промышленный Альпинизм И вот Альпинисты Отсюда Могут Выйти На Любую Кровлю Преображенской Церкви И выполнить При необходимости Любые Работы По Герметизации Консервации Ремонту Очень Для облегчения Этой Конструкции Вот На мой взгляд Это вообще Лестница Ну мне кажется Что это Первоначальная Лестница Вот Самой Первой Наверное От строителей Преображенской Церкви Возможно Ей 300 лет Может быть Она появилась И несколько Позднее Но Ей Очень Много Лет И Представьте Она Все еще Служит Мы Сейчас По ней Будем Реально Подниматься Очень Надежная Очень Удобная Лестница И Очень Безопасная Сделана Она Почти Что Скорее Возможно Даже И топором Сделан Просто Топором Без Какого Либо Другого Инструмента Возможно Применялась Еще До Лоток Но Не Более Того И Наконец Мы Попали В Самую Верхнюю Часть Преображенской Церкви Это ее Центральная Глава Здесь Тоже Есть Специальный Смотровой Лючок Через Который Можно Во-первых Посмотреть Наружу Но Самое Главное С помощью Этого Люка Специалисты Смогут Выйти Наверх И Увидеть Отремонтировать Выполнить Работы По Церкви Вот Сейчас Очень Хорошо Видно Что Опять же Внутренняя Часть Журавцы Ребра Церкви Из которых Состоит На которых Голова Каркас Главы Это Называется Журавцы Они Исторические То есть Это все Если Снаружи Главы Они Выглядят Как новые Потому что Лемех Заменяется Да Лемех Он недолговечный Один раз В 20-30 лет Он должен Заменяться Но Внутренняя Часть Глав Особенно Вот Ее Каркас Он Подлинный Он Исторический Но Большей Частью Часть 18 Века Часть Журавцов Была Заменена В 19 Веке При Нынешней Реставрации Журавцы Практически Не Заменялись Они Только Частично Реставрировались Все Они Сохранились Историческими Вот А здесь Опять же Выйдя На Уже Снаружи Посмотрев На Преображенскую Церковь Можно увидеть Как Качественно Сделан Лемех Каждая Лемешина Обрабатывалась Вручную И Под Лемехом В качестве Гидроизоляции Опять же Традиционно Традиционный Материал Это Береста Очень Хороший Гидроизоляционный Материал Но С ним Очень Трудно Работать С Береста Требует Очень Аккуратного Обращения Поэтому Реставраторам Пришлось Затратить На Изготовление Глав И На И Обшивку Лемехом Очень Много Сил Это Очень Трудоем Кооперация И Еще Очень Интересный Элемент Он Традиционен Для Всех Ну Для Большинства Для Шатровых Церквей Для Колоколин Там Везде Где Есть Длинный Осевой Столб Вот Такая Лестница Это Лестница Традиционного Типа К сожалению Вот Эта Часть Осевого Столба Не Сохранилась Вернее Она Ее Пришлось Заменить Она Сохранилась На Складе Вот Реставраторы Восстановили Такую Традиционную Лестницу И В верхней Часть Вот Идет Стык Специальный И дальше Уже Он Переходит В крест Центральный Крест Преображенской Церкви Вот Сейчас Мы С вами Находимся Все В самой Верхней Точке Преображенской Церкви Приблизительно На высоте Около 40 метров Вот Такую Мы Сегодня Совершили Экскурсию В самой Нижней Части Преображенской Церкви До самой Верхней Церкви Продолжение следует...